Здравствуйте, уважаемые читатели! Маймаксанская библиотека номер 6 имени Георгия Алексеевича Скребицкого предлагает вам послушать сказку Юлии Весовой «Волшебные следы». Юлия Весова – автор стихов и проз для детей, участница международного форума молодых писателей России стран СНГ и зарубежья, семинара молодых писателей, пишущих для детей, фестивали «Как хорошо уметь писать», победитель Корнечуковской премии «Поэзия для детей», открытого читательского голосования конкурса «Новая детская книга», полуфиналист конкурсов «Легкое перо», «Короткое детское произведение», международной молодежной премии «Восхождение» и другие. «Если прищурится, глядя на фонарь, он превратится в льва с рыжей гривой». «Не нравится смотреть на мир глазами ребенка», «находить новый в привычном», «замечать красоту в том, что окружает». Юлия Весова «Если внимательно смотреть вокруг, можно увидеть под снегом следы единорога». Юлия Весова «Волшебные следы». «Маленький единорог» слезнул с блюдца крошки морковного пирога. «Ты готовишь самые вкусные вкусности на свете, мамочка!» Он потер со своим серебристым рогом о маме и уже собирался бежать. «Не гуляй возле деревни», предупредила мама. «Не показывайся людям». «А почему нельзя меня видеть?» Удивился единорожек. «Потому что ты живешь в сказке, а людей нет. Всему свое место». Малыш тряхнул волнистые гривы и побежал по лесу. Он весело подкидывал пожелтевшие листья и ловил злых рогом. На пушке он остановился. Сквозь голые ветви беднелась деревня. Можно было даже разглядеть, как на крышах ветер крутит врезные фигурки птиц и зверей. Маленький единорог прибегал сюда каждый вечер. Издалека он смотрел, как у людей в дымах светятся окна. И из труб валит сильный дым. С каждым днем становилось все холоднее. Листья под копытами уже не шуршали, а звонко похрустывали. Ветер иду все сильнее. И, наконец, выпал снег. Протоптав тропинку, единорожек, как обычно, прискакал на край леса, чтобы полюбоваться уютными домиками. Но ничего не сумел разглядеть. Все вокруг было белым. «Подберусь чуть поближе», – решил единорог. Утопав снегу, он подскакал в сторону деревни. Но ни одной фигурки на крыше, ни одной печной трубы не было видно. Деревья в толстых коконах стояли в молчаливой стеной. «Нужно пробежать еще немного», – подумал единорожек. Он протаптывал снегу путь, забираясь дальше от дома. Но деревня как будто исчезла. Высокие сугробы стояли на пути, словно горы. А вдруг деревню совсем замело. Взволнованный единорог поскакал еще дальше. Он бежал и бежал по колючему снегу до тех пор, пока не споткнулся о деревянный порог невысокого дома. Ух ты! Застыл он на месте. Дом был завален снегом от крыльца до самой крыши. Окна украшали гирлянды из прозрачных сосульев. А изнутри струился золотой свет. Единорог потянул носом в воздух и зажмурился от удовольствия. От дома шло приятное тепло. И пахло так сладко, как будто разом пекли десять морковных пирогов. Ой, маленький единорог открыл глаза и часто заморгал. «Мама давно ждет меня и наверняка ужасно волнуется». Он еще раз взглянул на заснеженную крышу и подскакал обратно мимо высоких сугробов и белых коконов. Запивая мамин пирог медовым чаем, единорожек думал про таинственный дом. Вот бы еще хоть разов взглянуть на него. Мама, будто прочитав его мысли, напомнила. «Не забывай, дорогой, люди не должны тебя видеть». Но маленькому единорогу так хотелось хоть одним глазком самому взглянуть на людей, что он стал тайком наведываться к домику с деревянным крыльцом. Он бродил вокруг, считал сосульки, ледяные гирлянды, разглядывал треугольную крышу, ловил носом запахи. Иногда из дома пахло маковыми волочками, иногда и живичным вареньем. А как-то раз единорог точно почувствовал терпкий аромат свежей сосны. Всякий раз единорожек с надеждой заглядывал в окна. Но за морозными узорами на стеклах ничего не было видно. Однажды, когда единорог прискакал к заветному дому, он заметил, что ледяные гирлянды растаяли. У крыльца проглядывают черные проталины. А узоры на окнах исчезли. Единорожек бросился к прозрачному стеклу и с любопытством заглянул внутрь. Просторную комнату заполнял теплый свет. На кровати сидела девочка с волнистыми, как его гривы, волосами. Она рассматривала картинки в красочной книжке, которую читал ей дедушка. Единорог не мог оторвать взгляды. Он так смотрел на нее, что девочка подняла глаза и глянула в окно. — Единорог! — восторженно закричала она. — Не показывайся людям! — вспомнил единорожек мамин слова. Затаил дыхание и пригнулся. Дедушка отложил книгу и посмотрел на улицу поверх толстых очков. За окном качнулось заиндивевшее дерево. — Эта ветка и правда похожа на рог! — он погладил девочку по волосам. — Он настоящий! Я видела! — девочка вскочила с кровати и забралась на подоконник. Она прилипла носом к стеклу, всматриваясь в темноту. — Единорогов не бывает. Это сказки, милая! — Ты мне не веришь! — девочка спрыгнула с окна, уткнулась в подушку и заплакала. Маленькому единорогу стало жалко, ужасно жалко ее. Мама давно ждала его домой, но ускакать просто так сейчас он не мог. Я не хочу, чтобы девочка плакала. Он отпрыгнул от окна и тряхнул волнистой гривой. Я хочу, чтобы дедушка в меня поверил. Единорожек встал на дыбы и ударил ногами по мокрому снегу. И из-под его копыт полетели горячие искры. Он подпрыгнул снова, и серебристый свет озарил поляны. Единорог горцевал у порога и все бил и бил копытцем. А искры сыпались и сыпались, растапливая холодный снег. Он скакал возле дома, пока на небе не засияли первые звезды. Взглянув на потемневшие окна, маленький единорог махнул хвостом и ускакал в свой сказочный лес. Утром девочка с дедушкой вышли на прогулку. «Вот это да!» — вскликнула от восторга девочка. «Прямо как в сказке!» — воскликнул дедушка. У порога из-под снега выглядывали нежно-белые, небесно-голубые и солнечно-желтые цветы. «Я же говорила!» — радостно запрыгла девочка. «В жизни бывают сказки!» Дедушка сорвал подснежник и поднес качкам. «Надо же!» — словно след от копытца. Он опустился на поляну, полную подснежников, и обнял девочку. Похоже, этим вечером к нам и правда забегал единорог.